Всем доброе утро! Появилась идея поснимать вам моё утро. Сегодня 27 апреля. Весна. И в общем, что я делаю каждое утро. Мы идём выпускать птиц. Так, посуду пока свою оставлю. Вот здесь у меня есть семейка бегунов. Вот они трое. Всего лишь трое. Я их выпускаю в общий загон. И забираю их. Яйца. Одно сегодня, да? Тёпленькое ещё. Выходите гулять. Выходим, выходим. Кот вас смущает, да? Кот. Кот, они тебя боятся. Иди давай. Ладно, раз вы не хотите идти, брошу вам эти из-под скорлупу, из-под инкубатора от детей ваших. Кот, отойди. Ну вот сразу вот павлин. У нас уже с утра тут веселится. Всех пугает. Женачальник ходит с утра. Я надеюсь, утки ушли гулять. Привет, красавчик. Ладно, пойдём дальше. Павлина можно смотреть бесконечно. Далее выпускаем семью лавандовую первую. Туда же и гулять. Они, естественно, не скрестятся. Под ногами не мешаются. Идите, идите. Всего три штуки. Смотрим, что у них с яйцами сегодня. Одно яйцо. Всё. Всё, льветочки. Всё. Вот мы побывали в одном загоне. Сейчас пойдём выпустим утят сначала. Утята у меня живут в такой теплице. Большая половина, не половина, большая часть теплицы огорожена для помидоров и огурцов. А два метра для всяких вот таких вот деточек. Выходите, вам уже жарко. Вон куда залезли. Ходите гулять. Вот так как у нас мелкие сидят отдельно на ночь, я потом их руками лавливаю. Хотя сейчас там холодно, наверное, всех не буду лавливать. Только более крупных. Всё, эти вы пока посидите. Потом вам будет гулять, как всё просохнет трава. Вот уже пава здесь. В этот раз пава танцует, пугает утяток. У меня одна утка, молодая, первогодка, села на яйца. Села так конкретно, что я из-под неё забрала её яйца и её коллег. Она даже не заметила. поэтому пойду ей подложу бегунячих. Так как на бегунячьи яйца у меня спроса почти нет, но в инкубаторе их много, вот, я ей подкину. Вот она сидит. Утка такая мелковатая, но несётся. Рабочая. Посмотрим, что из тебя получится. Получится из тебя утка-инкубатор или не получится? Ну, как там у тебя тепло? Ну, таким образом. Да, я ей солому уже принесла много. Она сейчас клювом будет их к себе подкатывать и забирать. Да, забирай. Так, сколько всего я что-то забыла посчитать? Ну, в принципе, не важно, но больше десяти точно. Ну, всё, садись, красотка. Будем надеяться. Слышите, как пищит? Так пищит утка, которая сидит или хочет сесть. Давай ещё. сидит. Понравились яйца, да? Далее мы зайдём в загон, где у меня серебро и другая семья бунов. Точнее, загон он делится, конечно, но в данный момент все вместе. Что у нас тут? О, серебро яйцо большое подложила. Здесь что, ничего нет? А здесь у меня наседка сидит, спрятана. Привет! Должна на днях вывести. Она сидит, эта индоутка сидит, индоутка сидит на бегунячьих яйцах. серебро. Это утка. Пятнистое серебро тоже я её посадила на бегунячьи яйца. Да? Дальше. Здесь у меня гуляют свободно семья серебро, павлин к ним прилетает и бегуны вон там в конце. Павлин, кого ты пугаешь сегодня? Какой ты красивый. Вот хочется рассказать про хозяйство, а приходится про тебя. Вот они серебро. Так, отойду. Сейчас они выглядят так, потому что у них уже летняя окраска такая тепло-серая. заглядываем в дом, ищем там яйца. Так, яйцо есть она. Больше нету. Проверим немножко у нас выгул большой. Что-то нет на одного инициата вот этих. Где-то прячут, значит. Это однозначно. Если нету гнездов, где-то заныкали. В прошлом году где я только не находила. Они все как-то прячут. Все. Надо здесь выкосить лишнюю растительность, чтобы мне вот этим не заниматься. Но это вот муж приедет, займется. Пока не вижу ничего. Да ладно. Вот здесь у нас орлякины. Сейчас мы к ним дойдем. Привет, привет. На крыльце стоит уже, крякает. Гуляет на свободе. Где ваша третья девочка? в общем, теперь идем моей любимой долгой дорогой до орликинов и забираем их яйца. Если есть такая вот красивая у меня дороженька. Воду надо будет поменять. там вижу яйца есть. У них видите очень большой выгул. Самый большой единоличный на участке пока что. Вот так открывается дверь. Дверь открылась. что у нас там с водой? Грязь еще стоит. Так. Ладно. Яйца. Так. В этом доме яиц нет? В этом доме яйца есть. Ой. Все. Три. Ой. Еще что-то есть. Четвертая. Ну пятая вряд ли. Иже четыре утки. Куда уже? Скажи мать тебе все мало. В общем четыре орляки на сегодня. Молодцы. Красиво он ходит вообще. Девочки не так как мальчики красиво. Ну и последний загон. Сюда я захожу только с палочкой. Потому что вот этот селезень очень очень любит меня тоже подергать за ноги. Ему бы дай воле он бы на меня бы сел тоже. Так что так заходим. Здесь есть одна серебристая утка и одна лавандовая. На самом деле мне уток самой катастрофически не хватает. Поэтому я буду себе оставлять расширять поголовье именно женщин. Посмотрим что там у вас здесь ничего здесь ничего. вот эта лавандовая семья она как-то несется гораздо позже по времени. около обеда прихожу к ним. Вот они красивые лавандыши. Давай давай ты же видишь с палочкой да? Ну куда ты? Иди туда тень. Ой 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 ну ладно пошли дальше. лавандыши. 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 До новых встреч. Все expect ой что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Молли! Ну, в общем-то, и все. Главное всем налить воды, всем дать прогулку. Вот. И можно идти домой пока. Тут одна из уточек пытается снести яйцо. Они, видно, ее ждут, постоянно подбегают обратно. А я тебе мешаю, да? Ну, ладно. Неси яйцо. Приду попозже. Так бывает. Потом вернусь. Еще будет яйца. Одно здесь. Одно лавандовой семьи, второй. И вот эти должны что-нибудь... О! Паулина опять кого-то воспитывает. Гульку. Ну, вот и все. Вот такое у меня утро. Каждое утро. Почти каждое. Зимой позже. Летом раньше. Потому что утята греются в теплице. Ну, им жарко. И утки тоже. Это единственный такой минус теплице летом. Что они... Ну, им жарко. Ну, я тогда, бывает, не закрываю дверью. Утятам, естественно, закрываю. Открываю форточки. Ну, кормлю я их вечером. Поэтому с утра только вода. И прогулка на целый день. Доступ к свободному передвижению по участку. Или по своему выгулу. Ну, вот, в принципе, и все. Такой небольшой экскурс. Вон там бегуны вышли опять походить. Ну, всем спасибо и пока.